Ресторан «Ташкент» давно стал традиционным местом для добрых рождественских встреч. В дни зимних праздников здесь витает дух волшебства и сказки. Большой праздничный стол собирают в одном месте главных гостей праздника – брестские семьи, большинство из которых многодетные, а также те, кто воспитывает детей с особенностями развития. Инициативные милые дамы Белорусского союза женщин готовят им веселые утренники со сказочными персонажами, играют в игры и водят хороводы. Так было на протяжении шести лет. В этом году устроить мероприятие такого масштаба организаторам не удалось. Нарушать традицию даже в такой неприятный момент пандемии, которая сейчас проходит, мы не решились. И Белорусский союз женщин, городская организация совместно с Нотариальной палатой Брестской области сделала опять такие же подарки. Но сегодня немножко в другом ракурсе. Мы вручаем подарки этим семьям и семье детей инвалидов, семьи детей многодетных, нуждающихся. Они получат сегодня эти подарки. Детям, конечно, радость. И хочется подарить частичку добра, частичку души, особенно в эти новогодние праздники. И территориальная нотариальная палата, Белорусская нотариальная палата, наша Брестская, всегда рада принять участие в таком мероприятии. И мы уже традиционно тоже принимаем в этом участие. С историей каждого ребенка члены Брестской городской организации Белорусского союза женщин знакомы лично. Ведь таким малышам и их родителям оказывается необходимая помощь и поддержка. Так, для многодетной семьи Вайса, где воспитывается 5 родителей, причем младшей девочки-тройняшки, проект «Рождественские встречи» стал доброй традицией. С 15-го года мы немножко особая семья, потому что в 15-м году у меня родились тройняшки-девочки. Вот об этом писали неоднократно. И вот третий, возможно, даже четвертый год, я точно не помню, нас приглашают на это мероприятие. Плюс к тому, что здесь детки есть особые. Я никогда не учила своих детей относиться к особым деткам с каким-то пренебрежением. Я считаю, что контакт здоровых детей с детками с особенностями очень даже нужен. Вот, и мои дети относятся к этому абсолютно нормально. И моя семья относится к этому абсолютно нормально. Ну, и мы очень рады, что нас не забывают. Всего на праздник было приглашено порядка 50 человек. Правда, приходили они поочередно. Но каждому вручили подарки. Большие продуктовые наборы к щедрому вечеру, а также другие не менее приятные сюрпризы. Несмотря на то, что праздник получился не таким большим из-за непростой эпидемической ситуации, дети не остались без внимания. Субтитры создавал DimaTorzok